Пресненский суд Москвы сегодня начинает рассмотрение по существу дела бога Кузи. Андрея Попова, это его настоящее имя, обвиняют в многомиллионном мошенничестве. По данным следствия, он создал секту. Со всех, кто в нее попадал, брал дань, людей запугивал. Частыми были случаи издевательства и насилия. За ходом судебного заседания следит наш корреспондент Олег Шишкин. Олег, итак, главного фигуранта уже доставили в суд? Да, Алена, всех подсудимых уже доставили в суд. Само судебное заседание началось буквально несколько минут назад. Это первое рассмотрение дела по существу. До этого в Пресненском суде шли предварительные слушания. Они продолжались, шли в закрытом режиме. Ну а сегодня камеры пустили в зал заседания суда буквально на несколько минут. На скамье подсудимых уроженец Долгопрудного Андрей Попов. Он же называет себя богом Кузей. И три так называемые его любимые жены, которые вели бухгалтерию секты. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Им меняется хищение более 7 миллионов рублей. Попов был задержан в сентябре 2015 года. Обвиняется в организации секты, деятельность которой, это слова из протокола, сопряжена с насилием над гражданами и причинением вреда их здоровью. Как следует из материалов дела, в секты часто практиковались физические наказания. Адептов избивали за малейшую провинность. А таковыми являлись, например, звонок родным или же прием лекарств, скажем, при простуде. Практически все ученицы должны были вступать с так называемым богом Кузей в интимную связь. Однако, похоже, главное, что интересовало Попова, были деньги. Схема мошенничества была проста. Адепты секты от имени православной церкви собирали пожертвования на восстановление храмов и монастырей. Называли людям малоизвестные или отдаленные обители. Говорили, что деньги пойдут на их содержание. На самом деле, все средства оседали в карманных мошенников. В день их выручка доходила до 200 тысяч рублей. Это следует из материала следствия. Вначале Попов представлялся священнослужителем, так называемым епископом Романом. А затем, когда официальные представители московского патриархата заявили, что знать его не знают, начал называть себя богом Кузей. Есть версия, что имя Кузя он взял в честь любимого попугая. В общем, от смешного до трагического в этой истории один шаг. При обыске в его квартире, помимо крупных сумм денег, 43 миллионов рублей и 100 тысяч долларов, следователи обнаружили множество экзотических животных. И гуан, крокодилов, и даже австралийскую ехидну, которую не разводят в неволе, и которую вообще запрещено вывозить с территории Австралии. Итак, сегодня первое заседание. Попову и его подельника будет предъявлено обвинение. Если вина подсудимых будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы. Алена. Спасибо, Олег. Олег Шишкин о начале суда над лидером секты Андреем Поповым.